Всем привет! Я рада приветствовать вас на 11 выпуске проекта Ваши лица. Как всегда объясню в чем его суть, если вдруг вы попали впервые сюда. Я принимаю фотографии от своих подписчиц, комментирую их внешность и выполняю по фотографиям схематический макияж, для того чтобы сама подписчица смогла понять, как ей лучше выполнять макияж. И также если у вас какие-то похожие особенности или если вы начинающий визажист, то информация эта будет для вас в принципе полезной. Сегодня у меня в гостях девушка с очень интересной внешностью. У нее глубоко посаженные глаза и в принципе я еще ни разу не показывала, как делать макияж на глубоко посаженных глазах, хотя очень много было запросов таких. И сама Елена в принципе написала, что ее интересует, как можно увеличить ее глаза, как бы немножко их вытянуть, потому что сейчас они кажутся довольно впалыми. Ну в принципе это типичная проблема для всех, у кого глубоко посаженные глаза. Давайте приступать. Значит здесь мы не будем рассматривать овал лица, брови, бровей тут не видно, к сожалению, на этой фотографии. Овал лица я не буду сильно комментировать, потому что в плане коррекции, уже учитывая, что Елена носит челку, то я бы здесь просто выделила немножко скулы. И этого вполне достаточно для такого типа лица, поэтому как бы на этом я останавливаться не буду. Можно сделать небольшую коррекцию носа. Вот в прошлом выпуске я показывала, как делать коррекцию носа. Вообще я не фанат, конечно, коррекции. И я ее делаю только для каких-то фотосессий, потому что камера реально улавливает эффект коррекции носа. А вот в реальности это выглядит немножко чудно. Но тем не менее, если вам интересно, как сделать коррекцию носа, сделать его немножко уже и вот такой вот формы, как пуговкой, то посмотрите предыдущие видео. Я сейчас выполню основную такую работу и потом перейдем уже с вами к глазам. Вот смотрите, я сейчас выполнила такую базовую коррекцию лица. Вот если я сейчас уберу, видно, да, что я сделала с носом и видно, что я сделала со скулами. Вот это такая базовая вещь, которая на фото будет очень неплохо смотреться. И если вам интересно посмотреть, как это делается, то есть в деталях я там все объясняю, то посмотрите предыдущий десятый выпуск. Сейчас же переходим к глазам. Смотрите, давайте разберем особенность строения глаза. То, что глубоко посажено, это понятно. Здесь еще тоже есть нависшие веки. Довольно мало здесь подвижного века видно. В основном мы видим неподвижное веко и с ним нам придется и работать. Также еще особенность заключается в том, что вот эта вот височная зона очень широкая. Получается, мы можем на вот этой вот зоне работать и зрительно увеличивать глаза. То есть, если мы сделаем макияж, ну я сейчас схематически показываю, то есть вот так вот мы там подведем, что-то накрасим, у нас получается, что глаза будут совсем маленькие. Мы обводим их и, соответственно, сужаем. Для того, чтобы глаза увеличить, нам нужно забраться на вот эту зону. И чем мы визуально больше отхватим, тем как бы визуально и больше будут казаться наши глаза. Так как у нас очень мало подвижного века нам доступно, мы будем работать с неподвижным веком. Вот смотрите, не бойтесь подниматься на неподвижное веко. Многие жалуются, что какие тени не наноси, как их не растушевывай, все равно ничего не видно из этого дурацкого неподвижного века, все закрывает. На самом деле нужно просто научиться работать именно с неподвижным веком. И вот даже вот так вот я нанесла тени, да, сейчас, ну как бы визуально. И кажется, что глаза уже увеличиваются. И также мы не боимся подниматься, вернее опускаться здесь, в этой части. И таким образом макияж у нас получается более, скажем так, законченным, да, то есть более симметричным, более законченным. И используя вот эту вот зону, которой у нас очень много, мы можем довольно сильно здесь разгуляться и, в принципе, сделать макияж так, как нам хочется. И таким образом, как бы увеличивать глаза. И вот приблизительно вот это вот, да, наш будет такой, как максимум своего рода. Если мы вот так вот накрасим глаза, вот по вот этой вот схеме, это их зрительно увеличивает. То есть даже вот сейчас вот это очень грубая схема, да, не растушеванная, ничего. Если вот посмотреть на этот глаз и посмотреть на вот этот глаз, то вот это зрительно нам кажется больше. Бывает такое, что височная зона совсем маленькая, тогда, в принципе, не разгуляешься. Но так как здесь височная зона очень широкая, то нам есть где разгуляться, тем более вот еще бровь здесь идет. То есть вот эта вот вся зона, это зона глаза еще. То есть мы даже не заходим на висок. Поэтому мы вполне можем ею пользоваться для того, чтобы зрительно увеличивать наши глаза. И что касается глубоко посаженных глаз, то в основном, как ни странно, таким людям больше всего подходят вот такие вот темные смокиай, которые скрывают то, что глаз утоплен глубоко. Кажется, что наоборот все должно быть, то есть темный цвет должен наоборот топить еще глубже. Но на самом деле, если посмотреть вот известных знаменитостей, да, каких-то с глубоко посаженными глазами, к примеру, Шер, к примеру, Валерия, то все их макияжи строятся таким образом, что они очень темные. И вот эта темнота, она на самом деле создает иллюзию того, что мы не видим, насколько глубоко глаза посажены. Темнота эта скрывает как раз вот этот момент. Единственное, у Валерии и Шер у них подвижная века очень хорошо открыта, поэтому зачастую вот в этой части им какой-то шиммерный оттенок наносит, и это немножко все-таки выводит глаз на передний план, то есть вытягивает вперед. Здесь же мы этого сделать в принципе не можем, иначе это все равно не даст нам тот эффект, который нам нужен. Поэтому я бы советовала именно вот так вот, вот по такой схеме строить макияж. И вот я сейчас как бы это все растушевала, и видите, да, что вот эта вот схема, в принципе, мне кажется, увеличивает глаза, действительно видно, что она увеличивает глаза. И обратите внимание, что на вот этой вот зоне я тоже именно использую неподвижное веко и наношу сюда тени, потому что макияж должен быть целостным, то есть не должно быть, что вот идет линия, потом она резко там задралась, например, потом резко упала. В основном корректирующие макияжи, они все очень такие как бы плавные, да, то есть одна линия плавно переходит в другую, вот эта переходит в эту, то есть на нижнее веко, и вот он весь целостный макияж такой получается. Что касается цветовой схемы, то здесь это темные оттенки какие-то, должны быть в любом случае матовые оттенки. И вот сейчас вот если пройтись нам, еще больше углубить вот эту вот зону, я сейчас это буду пытаться сделать. Мы таким образом выстроим объем нашего глаза, то есть сначала первый слой такой более, менее вернее насыщенный, и мы выстраиваем форму, этим цветом мы уже выстраиваем объем, то есть мы создаем здесь эффект светотени, и получается выстраивается объем. Вот я добавила второй цвет. Сейчас смотрите, опять-таки я как бы это все подрастушую между собой, и уже насколько сильно вытянулся этот глаз. Мне кажется, сейчас это очень хорошо видно, то есть насколько меняется форма, то есть глаза становятся более миндалевидные, и такие немножко как более с кошачьей формой, вытянутые к вискам. Такого рода макияж вот уже увеличил наши глаза. Мы можем пойти еще дальше, создать множество переходов, то есть еще более темный, то есть это все зависит от того, сколько времени у нас на макияж, и как мы хотим, в общем-то, какого эффекта мы хотим добиться, потому что вот это уже получается очень как бы вечерний макияж. Если остановиться на первом нанесении, это уже более дневной макияж получается, то есть в зависимости от этого, вот я сейчас делаю уже вечерний макияж, очень такой насыщенный получается, и вот он в темной гамме, в темно-серой гамме, и в то же время у нас, что здесь, сейчас я опять-таки растушу это все дело, и вот что мы здесь видим, что здесь у нас происходит, мы теряем ощущение тяжелого века вот в этой части, то есть вот эту часть мы забрали под макияж глаз, и получается, что у нас уже нет вот этой вот большой височной зоны, мы не видим ее визуально, мы видим вот довольно большие красивые глаза. Что еще можно сделать здесь, это нанести какой-то светлый, возможно, сатиновый оттенок на вот эту зону. Мне кажется, что так как Елена девушка молодая, то ей вполне можно наносить какие-то светлые оттенки в эту зону, потому что они будут ее освежать, и будут отлично как бы гармонировать. Не советую я наносить светлые оттенки в эту зону, тем, у кого здесь морщины такие достаточно зрительно видны, скажем так, а когда века молодое, то в общем-то флаг вам в руки и любые инструменты. На этом глазу у меня, может быть, не совсем получилось так красиво растушевать, как здесь, потому что здесь вот мешаются немножко волосы и эти тени, и программа эта немножко сходит с ума из-за этого. Но, в общем-то, я думаю, вы по моим комментариям и по моей схеме на правом глазу, я думаю, вы понимаете, о чем, что я имела в виду, когда я создавала этот макияж. И теперь переходим к губам, это последнее, что мне осталось здесь прокомментировать, так как глаза мы вытянули, сделали их больше, губы я тоже предлагаю совсем слегка подкорректировать, сделать больше. И вот, кстати, по такой же схеме делают филеры для губ, то есть используют вот эту вот зону, и вот за счет вот этой вот зоны увеличивают губы. Значит, что я имею в виду, вот рот заканчивается у нас здесь, и вот эта вот часть вот от верха губы, если провести к окончанию рта, то у нас здесь получается еще очень много места остается. И за счет вот этого места мы можем увеличивать губы. Если здесь контур очень ярко выражен, это будет выглядеть неестественно. Если, вот как здесь, например, видите, контур очень ярко выражен, здесь, вот если мы нарисуем контур здесь, то понятное дело, что сразу будет понятно, что нарисовали мы совсем не то, что надо. И сразу в глаза бросается, что хотела сделать губы больше, а получилось ужасно. Здесь же контур вообще практически не выражен. На цвет пока не обращаем внимания, потому что я сугубо сейчас просто показываю вам, что делать, и сделаю, наверное, кисточку чуть поменьше. То есть вот от вот этой части мы ведем к пику. И таким образом губа у нас становится сразу намного больше. Сейчас я сделаю то же самое с этой стороны. И по такому же принципу делаем нижнюю губу. Спускаемся к самой низкой точке, и от самой низкой точки потом ведем линию до уголка рта. Заполняем все это дело. И вот так вот очень просто и буквально за 2 минуты мы себе сделали намного более объемными губы. И не нужно платить большие деньги за филеры и терпеть уколы иголками. Все это можно сделать косметическим способом и довольно эффективно, кстати говоря. Теперь нам осталось подобрать оттенок. Я здесь вижу вот холодный такой розовый, кстати, очень неплохо подходит такому типу внешности. Пыльная роза тоже отлично смотрится розовый. Ну, здесь у нас будут насыщенные такие черные глаза, да. То есть если мы сделаем вот такие яркие губы, то будет уже как-то немножко вульгарно, да, смотреться. Поэтому я предлагаю остановиться на чем-то более нюдовом. Что-то вроде вот этого. Или если вот это приглушить, то и вот это нам оттенок очень хорошо сюда подойдет. Ну вот по большому счету и все. Давайте теперь опять оценим, что было сделано. И вот как только я убираю все, что я наредактировала в этой программе, мне кажется, глаза сразу меньше становятся. И вот такая техника на самом деле отлично работает для глубоко посаженных глаз. Особенно если есть вот эта височная зона. Если ее не так много, тогда просто поднимаемся вверх, насколько может нам позволить неподвижная века. И это тоже вытягивает глаза. Губы опять-таки увеличиваем. Вот за счет вот этой вот всей части, которая у нас не ярко выраженная, мы за счет нее можем очень сильно увеличить губу. И я думаю, вы это сейчас видите. И на этом я буду видео заканчивать. Надеюсь, вам понравилось оно. Если так и было, обязательно поставьте палец вверх. Если хотите поучаствовать в проекте, то в описании под видео будут условия, как нужно присылать свои фотографии. С нетерпением буду их ждать. И прощаюсь с вами до следующих видео. Пока!